во имя отца и сына и святого духа первая книга библии бытие 16 5 и сказала сара аврааму в обиде моих не виновен я отдала служанку мою внедра твое она увидев что зачала стала презирать меня господь пусть будет судье между мною и между тобою верующие бог сам посещает их переименует имена а там такая обида в семье детей нету ну что ну детей нету и сегодня экстра почти там это разное защите могут сделать правда если корпорально это называют могу сделать там вот тогда этого не было и церковь это не одобряет что пробирки там или это было пересаживали нету благодари бога что нету нужно ли не нужно бог знает и она ничего лучше не придумала как сложанку отдала в недра и он мне да она слова вообще непонятно и так а то сразу защитила служанка и она ничего нет не по ревности но когда рожать стала она поставила свои колени рожаю я исправку так и выписывать ее дочь вы знаете как это было он подрастает а потом то бог дал своего а еще до этого было ты не могла она и не говорит может быть быть и не думала так но по поведению сара сразу определила она меня презирает и мне это обиду я в обиде ты ты виноватый а виновата в том что послушался тебя и адам то виноват потому что послушался ее и написано не в еве все умирает а водами все умирают я сегодня хотел затронуть тему которой мы живем и не знаем обида вот человек который держит на кого-то постоянно он не может без этого жить ему надо на кого-то обижаться а у человека гнев должен быть направлен в себе внутрь себе это я виноват и тогда вопрос очень просто решается вернуться назад где это было сделано что это за слово обида мы живем в стране и в мире полном обид как это не обидно такая огромная страна самая большая в мире и самая богатая нет ни одного металла чтобы не добывалось из земли и более бедного народа трудно найти это в конго какой-то до 2 народа все абсолютно разворовывает китай огромная страна 470 человек на квадратный километр у русских среднем где-то там как красноярский край два человека и они живут и живут не просто как они работают и знают а коррупционеры то везде бывают за взятку что-то сделать то их обнаруживает министра развести никакой нету тут же выводят если он виновен а денег не могут нигде взять он при тюрьме работает заработать на стоимость одной пули и тоже выводят с родителями дочерями сыновьями женой прощается плащет стоит и тут же у подводят рог такой простился последний раз обернулся на колени встал затылок выстрелить все нету обиды на кого вот сейчас показывает по интернету вот это купание женщина городской области там на гащина называет где юристом работают в строительной фирме пришла с мужем и с детьми а сейчас же все снимается и показывает ну в каком виде она стоит ну раз в воду купаться и показывает около берега прям рядом прорублена пробку прорубь виде креста и она стала и вот так вертикально нырнула на секунды 3 прошло ее нету дальше нету все забеспокоились а я уже нету она по сегодняшний день еще не вынорнула четыре дня позади тут же водолаза искать нигде не только весной может где-то засыпилась за кусты тогда найдут обида дети стоят здесь видят а то муж муж первый сообщил я говорю о событиях живые там сегодня обида на кого кто придумал это купание более строгой проповеди я не слышал как от нашего епископа бывшего и в тихие и он пока все это изыщество вот идолы люди делают из чего-то ему поклоняются не то что кому-то пользу а кому это то польза человека решили сегодня сообщает вторую тонул это говорит только так а когда-то на глазах снято и смотрят люди в ужас приходят убедили я пока показал я это значит обида но если она есть обида и гнев есть то без воли божия это не возникает бог знает и допускает вот обида на правителей как так они сумели сделать обида на царя почему он отдал власть так легко отказался это испытание когда советский говорил если атеисты придут к власти обойдется в сто миллионов голов немножко ошибся 110 оказалось славянского народа только какая обида у него все в руках было его предупреждал григорий ефимович папа не собираю людей не надо делать призыв какой война готовить не надо сгоришь ты и весь дом твой один человек ему пророчески говорил что это будет не послушался царь две империи сразу исчезли и та которая воевала немцы это империи царь пошел на голову со всем семейством кто виновен а обида на него это я был за границей видел как что же он сделал да все же в руках было как он мог это так упустить мысленно вообразим пётр первый в это время было бы было бы это но иван грозный был бы как говорили ну не больше две тысячи этих декабристов повесили бы 200 лет бы никто слова революции не произнес и вся россия пошла на голгофу слой за слоем все вырезалось и священство полностью истреблялась дворянство офицерство это ни один гитлер никто этого не делал у нас обида то должна быть на что что спрятали евангелие вот куда идет все а раз не знали потянулись в революции ни одного баптиста в революционерах не было ни одного адвентиста седьмого дня свете ли его вы уже были никто не пошел почему митяш библия запрещает мы можем только молиться за царей начальствующих вот это обида уже коллективная а сегодня на правители ну сколько же это можно терпеть ты люди прямо стонут ну концу приближается для чего чтобы когда придет антихрист представит это такой правитель такой вам такой нужен да нет и покажет такую любовь а затем когда придет к власти такую жестокость который не один тиран не делал ефрем сирин прямо об этом говорит поэтому на обиду сегодня мы посмотрим глазами преображенными что нам скажет дух святой через слово свою но она бы маленько вперед смотрела она стала зазирать меня ты хозяйка у тебя нет а у меня есть его конечно дальше это еще будет подрастать цинишка а тому 13 лет а этому то полгода и он обижает это а выгоняю не элементов не давай ничего это женщина и она в списке святых не будем никого осуждать но только скажем не давай власти жени и будет по-другому вот я мысленно представляю человек живет все у него комнате все у него на работе хорошо а жена начинает ему покидывать не это надо вот к тому-то пойти до сменить надо но я ждал обещание здесь работает да нет там и другое и наконец он теряет все какое отношение к нему как думал адам и что он разговаривал с его и когда был издан а то ты меня подучил а при чем здесь я на змея то но на змея то может и меньше холла бог того же тут не наказывают как следует и не допрашивает даже вот мы должны понять как трудно было тяжело человеку не гостиницы и колодцы нигде ничего нету первая пещера залезли туда а дождя надо спать кто виноват на кого обида а вот если бы они не согрешили или войну было по-другому теперь бы давай внутрь направим себя мы сейчас увидим по священному писанию как бог предупреждает и бог держит обиду на людей чего я вам еще не додал как устроены люди посмотрите какая сложность организма не человек берет краски мажет глаза что-то выщипывает обрывает это протест против бога ты неправильно сотворил и прямо святые говорят что господь придет искать свой образ а не тот который вы создали после свадьбы стой выходит из ванной он не знаете а ты кто такая он вчера то я видел совершенно другой то ну а там и стратила немного там тысячи 2 на эти краски это вот обида то она внутри есть что надо научиться быть довольно великое благость благощастие говорит быть благочестивым и довольным вот что у нас есть я за что вот сегодня у нас отмечаются приготовьтесь и молитесь об этом день образования общины 30 лет позади нам есть что вспомнить а где меньше и меньше делается почему сегодня мы это рассмотрим и люди которые ушли отсюда с обидой ушли я их знаю где они это были что они дальше говорят а мы может быть и на них обижены как-то были здесь все и теперь поносишь ты нас да мало того еще ответим покрепче чем он говорит и так считаем 1 царств 12 3 так не дремите только никто нам бог говорит сейчас видите я раньше никогда не пользовался чтобы библию листать и выписывать говорю а сегодня так я понял это преимущество уже никто не скажет что я неправильно сказал 1 царств 12 3 вот я свидетельствуете на меня пред господом и пред помазанником его у кого взял я вала у кого взял осла кого обидел и кого притеснил у кого взял дар и закрыл деле его глаза мы и я возвращу вам это самаил говорит мы должны расставаться точно так же я уж прощаюсь потеряю с ними не знаю сколько ну лет на 20 кого чем обидел кому должен пошло ну заказал групп стоит там у меня все как надо замерзем где могила будет флажки поставил опять не умер может еще поживу бог знает как но обиды ни один не высказывает а который обижен больше всего не приходит он в итоге забывает он буквально вылетает пули и бежит домой и спрашивать нескольких вот когда вспомнишь на молитве что про тебя кто-то имеет на тебя что-то а не примирись на тебя он имеет а он имеет и не имеет ничего обижены на целое общество вы сказали от таких то он к ним принадлежит между нами вообще ничего не было кроме хорошего и прямо такая ненависть непрерывная идет всякие гадости батюшка тогда спрашивает это ты писал в интернете что это секта тоталитарная у него свидетельствует осадил инвестиции мы не секта не тем более тоталитарная глупость он сразу то стер то есть это уже запредельно за флажки как говорят человек вышел а обида на что батюшка пытался примерить мало того человек вводит сделал высобой архиерей пришел и архиерей владыка митрополит сергий пешком пошел к тому дому и вышел оттуда ищем я спрашиваю батюшки ну какие требования а чтобы я умер больше ничего нету а как что имеет ничего не имеет а надо просить прощения на просто опала 40 киллеров готовились и что он ходил бы спрашивал где живут и просил прощения у них надо же понимать обида на все для технич я прошу прощения до долг вы только что солгали ходе понял вы только что солгали я в этом не участник не я не очень нет нет хорошо так под пожалуйста смотри да ничего я вы сказали про дом вы сказали про человека которому мнение по сути дурам пошел на посуши и про его требования этого не было было не было еще раз говорю владыка сказал а кто такой то который собрать да но только вы сказали про требования которые он нет это батюшка сказал и бачка не говорил это зол я уже что сказали а батюшка сказал что ты умер вот в этот ответ какого не говорил этого но весь вид показал то я не сказал этого что он сказал брат я пока не поздно чтобы врач не что не посеял я в этом и больше не владыка пошел потом мы на улице вместе молились и так осталось батюшка после этого еще раз разговаривал ты написал это ну да тоталитарно Ну, тогда пошел стирать. Как это так? Так ты приехал в тоталитарную стекти. Я ей говорю, что обида должна быть обоснована. Ты, брат, маленько поспешил. Прости, пожалуйста, если не так понял. Как, пожалуйста, я попрошу прочитать дальше. Я рассказываю, как было. Это слова отца Якима. Когда он быстро спросил, а что? Он говорит, ничего нет, чтобы ты умер, тебя не было, и все. Повторяю снова. Он не говорил это. Но владыка вышел, и он ничего не мог сделать. После этого мы еще пытались как-то... Ну, обида, нехорошее дело. Свои, тем более, кроме хорошего, между нами ничего не было. Ну, это бывает так. Я не солгал. Так, пожалуйста, прочитай. Первый отца, двадцатая глава, тридцать четвертый стих. Первый отца, двадцатая глава, тридцать четвертый стих. Первый отца, двадцатая глава, тридцать четвертый стих. Что обида какая, на что она бывает? Между кем? И мы должны поставить себе преграды, не заходить за это. Нас Господь предупредил. Первый отца, двадцать тридцать четыре. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обидал во второй день новомесячия, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. Обидел. А чем обидел? Гневом. На его друга. Вот как раз это и показывается, что в моей жизни так и было. И он встал на отца, который стал тираном. Он не хотел быть, прятался, убеждал самуил, не избирайте царя. Потому что когда до дела дошло, Господь говорит, не тебя не отвергли, а меня. Там Бога не было. Люди говорят, как у соседних народе, народе царь собирает на войну. Ну и нам тоже надо. Он неоднократно предупредил. И тогда говорит, я у кого что-то взял? И Господь ему сказал, это не тебя, а не меня отвергли. А теперь он сделает такие дела, которых никто не делал. Город Нового, город священников. И Сауловы истребляют. Гоняются за псалмопевцем Давидом. Благо, что не достал. Жена помогла. В окно выскочил, там положил статую на место себя. А друг царя, Иоаннафан, и царь Приместева выходил. Ты с ним дружишь? Да, дружишь. Я дружу. И он вышел. И обида какая? Обида большая. Мы теперь понимаем. Он, может, этого не знал. Что это будет царь. Это будет псалмопевец. Труды, которые будут самыми популярными на всю мировую историю. Много поэтов, музыкантов. Но такого больше не будет. Да, переложить можно, как поэты перекладывают. На поэтические, чтобы было. Но псалом остается в оригинале. И так, обида, когда бывает за друзей где-то. И говорит тому, который эту обиду создает. Создает он ее. Почему? Гонит друга, ищет его убить. Далее. Псалом 9, 35 стих. Там много раз об этом говорится. Я по отдельным книгам открою. Псалом. Псалом 9, 35 стих. Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукой. Тебе предает себя бедный, сиротетый помощник. А обиды, которые нам наносят, они перед Богом. За врагов молитесь. Но на одном молитесь. А написано, любите вещи невыносимые. Этого никогда в мире не было. Ни в одной религии, нигде. Это значит, Бог поднял планку, будьте святы, как я свят. А обиды, позвольте, я разрешу. И Бог разрешает их. И как разрешает, когда мы никогда не додумаемся, как это будет. В первую очередь, надо думать о небе, о вечности. Как мы пристанем на суд Божий. И ежедневно проверять себя, не обидал ли я его. Соответствует этой действительности. Исайя, 29, 20. Я взял всех пророков. Они несколько раз говорят, ну хотя бы по разу. Исайя, 29 глава, 20 стих. Потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды. Все. Его не будет. Убеждать. Да, я убеждался неоднократно. Мне предупреждают. В деревню я выхожу. У них бабка гниет, прям лежит. А мама спекла пироги, отнеси туда. Я пришел. А старшему, этот друг, мне меньший брат, его ада, сказал, зачем ему пойдешь, ты назад не вернешься. Я тебя убью. Я тогда стал ходить через кладбище, как уезжать из дома. Приехал сюда, домой возвращаясь, а того человека нету. А где он? Небрежный был. Тракторист. Намазанная гусеница. Он пошел, упал, ребра переломились и воткнулись в сердце, там легкие, все, его нету. Я обиды ему не делал, но он эту обиду наносит мне. Господь, ведь я разберусь, вот мы сейчас считали. А желал, да нет, я ее не предполагал. Он молодой еще человек, ну, лет на пять старше меня. И в жизни своей я неоднократно видел это. Это Бог делает так. Потому что я пришел с добрым омирением выполнить, а ему это не надо, он слышать не хотел о Боге. Я и о Боге не говорил тогда. Ну, может быть, лет 12 было. И теперь я нахожу ответ. Мне доверие, мне отмщение, я воздам, говорит Господь Бог. Иеремия 6, глава 7 стих. Потому что лицо, которое держит обиду где-то, оно искажается. Он все время подозревает что-то. Какой стих? Да, 6 глава 7 стих Иеремия. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Пред лицем моим всегда обиды и раны. Вот и все. Своей смертью этот человек, как правило, не умирает. Тираны не своей смертью умирают. Потому что обид на них слишком много. Мы знаем в мировом масштабе, какие были правители, чем они. Один отравленный, другой сам себя застрелит и что-то. И Библия снова исполняется. Как поток воды нахлынет на него это. Поэтому не делай никому обиды. А если где-то есть, если есть возможность, постарайся, чтобы ее не было. Ну, бывает сейчас закосневающий в этом. Его поддерживает кто-то свои. Ну, общество свирепых, можно назвать. Тогда можно сказать, что отступись. Но возмезден, злом за зло не воздавай. Дальше. Иеремия. 21-12. Дом Давидов. Так говорит Господь. С раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от других обидчика, чтобы ярость моя не вышла, как огонь, и не разгорелась по причине злых дел ваших, до того, что никто не погасит. Кто-то обижаемый, и не пошли навстречу, Господь говорит, я вас накажу тех. Поэтому люди, которые имеют власть отодвинуть обиду, они не сделали этого. Они делаются врагами Богу. И вы тоже сами понаблюдайте, где какая обида, по какой причине. Можно ли как-то изгладить ее путем примирения, или должен что-то, может быть, думать, заплатить. Как-то можно. А здесь вы не сделали, Господь говорит, я на вас. И поэтому не просто так отнесись до неверующих, где-то незнакомых, не встречались. Это один вопрос, а которые рядом ближе, домашние враги ваши. Вот я опять же скажу слова батюшки, говорит. Когда начали строить, в первую очередь думали, ну, главный помощник это свои. А свои сделали самыми злейшими врагами. Буквально год не прошел. Прям буквально война началась. И еще разъехались, никого нету, а теперь ищут, а кто виновен. Ну, не батюшка же виновен. То из-за земли, то еще. А с кем боролись, тот возвысился выше всех. Я на практике вижу, что по-другому оно не может быть. За нас, когда мы обижены кем-то, Господь. Вот меня судили, осудили, совершенно несправедливо, реабилитация придет. Я еще не возвращался, прокурора нет. Маленько обходил, следователь умирает. Я никого не вижу, кто был-то. А которые хорошо относились, даже начальник тюрьмы по-христиански умер. И другие люди, которые были. И другим они свидетельствовали. Вот мы поступили так, а он за нас молился. И не кто-то, а генерал говорит. Потому что это касается человека. Я сказал им там, что мы молились все эти воды за вас. И вот какая разница между теми, которые видели несправедливость и хотели устранить, а другие, наоборот, и после освобождения постарались давить. Я на практике убеждаюсь, каждое слово Библия, оно сияет как алмаз. Только вникни в него. Дальше. Плащ Еремея. 3,59. Рядом. Такая книга есть. Плащем называется. Бесплащем. 59. Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. Речь идет к Богу. А обида на соседей, которые восстали на него. Какая была беда. Мы думали по тени своего царя укрыться. А его нету. Его заточили. Он ушел. И вот у нас-то сколько. Ну это еще не знаем, какая была власть. Ну много это в нашей жизни. Работал, работал. Минимальная пенсия. Ну минимальная. Самая минимальная. Надо жить и благодарить Бога. Имея пропитание и одежду, будем благочестивы и довольны. Я знаю, даже на кротких, на нашего батюшку один. Я думал, здесь буду жить так. Батюшка говорит, мы никому не обещали, что вы станете какими-то богатыми. Но голодный ни один не был. Успокойтесь. Нет, они выехали. И считай, нигде нету. Это Бог так делает. Не надо думать, что от тебя обязательно должно быть так, как ты думаешь. Один из жителей батюшки тут подошел, стал спрашивать. Там простенькое дерево, нельзя без старосты. Нас уставят. Он плюнул, да когда вы все лапки напередохнете. Батюшка говорит, все плевки собирать будешь потом. Все потерял, ушел. Все. Даже говорить страшно. Я убеждаюсь в этом. Обиду батюшка ни на кого не держит. А это теперь ставит ролик за роликом против меня. Всякие страшные слова придумывает. Ну а меня не касается. Аппетит хороший, сон хороший. А молитесь за них? За некоторых молитвы нету. Молитва сразу застревает. То есть грань перейдена и похурили Духа Святого, очевидно. Я по пальцу могу перечислять, сколько таких людей. За остальных свободно молитва идет. Даже незнакомые где-то, совершенно незнакомые, сообщат легко идет молитва. Люди еще не понимают как. То есть ты не молишься? Ты скажи, когда в последний раз тебе Бог положил на сердце начать молиться о том-то? Мне все эти годы прошлые на сердце было молиться о крушении этого дьявольского режима, этой империи зла. И чтобы брат Александр, я говорю, я соженец не вернулся домой, то и другое совершилось. Так все, по вашей молитве. Я просил хлеб, дай хлеб на сущность. Я получаю из руки Божьей. А ты не молился, ты просто заработал, дальше нету. Молитва отвечается Богом. И дальше. И из Икеиля 22.7. Мы говорим об обиде. Обида не христианское дело. Просто что-то сделали, а теперь, да я на него смотреть не могу. Обида. Оно не христианское. Обиды тебе нанесли. И за обидами этим Бог смотрит. Но тебе нигде не повелено, чтобы ты обижался. Даже справедливо. Из Икеиля 22.7. У тебя отца и мать засловят. Пришельцу дают обиду. Делают обиду среди тебя. Сироту и вдову притесняют у тебя. Видишь как. Господь перечисляет какие среди прочих преступлений, которые мешают двигаться нормально вперед. Обида. Еще раз прочтите за памяти. У тебя отца и мать засловят. Пришельцу делают обиду среди тебя. Отца и мать. Вот какие бы ни работали, приезжают южные кавказские народы здесь. По-русски прям не может. Ну, продает ему. Цена написана где. Ну, если ругаться по-русски, чисто. Ни одна, кажется, мать на земле так не проклинается, если понимать, что ты для русских. Я пытался до этого достигнуть. Почему? И понял. Мать родила чудовище. Это третья книга Ездер говорит. Это чудовище переменило царя и всех убило. Вот и все. Причина здесь. А так никакого объяснения нельзя дать. 45.9 из Икеиля. Видите, какое разнообразие. Это спектр целый. Какие обиды бывают. 45.9. Так говорит Господь Бог. Довольно вам, князья Израилевы. Отложите обиды и угнетения. И творите суд и правду. Престаньте вытеснять народ мой. Из владения его. Говорит Господь Бог. У меня, конечно, обида была на суд. Я подаю, он клеветник. А он всякую клевету, что я ходил, в учительницу отталкивал, даже с надеждой был. И по рядам шел в школе потерять. И раздавал Библии. В суде присутствует сын ее. Тем более, это было в 75-м году указано в книге его. Книгу написал против меня коммунист один. А в 72-м последний житель выехал. Какие ряды, какая школа. А в последние годы три ученика всего было. Тем более, Библию достать. В то время было... Это просто 72-й год было. То есть сплошная ложь. Места не было. И события не было. Суд решает. Было. Я в архиве работаю здесь. Достаю все. Показываю, когда селение исчезло. И это ни грамма не помогает. Я встречаюсь с краевым судьей. И говорю, не было этого. Он молчит. А хорошее отношение. И кончилось с тем, что я бросил ему упрек. Как же так? Закончено все. Вы сказали бы, да мы не можем это понести. А вам только нужно было сказать, что это неправда. Не было этого. Не было, что я толкал учительницу. А ее сын тут пришел. Он доктор филологических наук в Барнауле. Саша говорит, никогда. Мать уважаемая учительница была. И тем более, У меня не было там. И деревни не было уже. Какой это суд? Ясно, что внутри у меня не все ладно. Обиды. Я пришел высказать ему, как он главный судья. И расстались уже недружеские. А у него и книги есть мои. И молился за него всегда. Ну, молитва, говорится, закончилась. У нас часто бывает такое. Но это власть. Потому что он написал, распространил на много людей. Ну, это подрыв деловой рапутации, достоинства человечества. И много-много там написал. Совершенно этого не было. Наши сестры идут. Он не может узнать, кто я. А заехали к нам, с отцом говорили, а какой отец? Отец выше меня, отец пониже меня был. Он все, суд доказал. Не было этого. Я должен был сказать им, да, вот эту обиду сегодня суды наносят, чтобы это здание получить. 11 лет у меня шел в суд. Я пришел к выводу, судьей должен быть только верующий. Пусть он будет баптист, мусульманин, который знает, что есть суд Божий и придется за все отвечать. Я твердо теперь уверен в этом. А вот эти боицы, суда Божия не ждет, он что угодно закрыл. Ничего нет. Дальше. Лука. Евангелие. 14, 8. 14. Должно здесь дать. Есть, нет? Евангелие от руки. Есть. Ну, может, вот это посмотри-ка. Это какая здесь настаёт? 19, 8. 19, вот, да. Иноговац, слепой. 19, 8. Ну, да. Захей же встав, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Вот как. А Господь скажет это, и ныне это чадо Абрама, к нему Господь пришел. Когда Господь обречает, тогда половину раздаст, это уже душа обращенная. А мокрое, а с половиной, в четверо воздать, никак. Если обидел, взял одного барана, а по закону нужно отдать четыре, а если вала взял пять, я тоже не понимаю, почему четыре и пять. Ну, закон такой был. Ну, видимо, в горячах Захей так сказал, ну, это так и было. И обиду надо высказать. Ты у меня брал, а я не отдал ради. И вот узнать сначала, какая обида, ничего не может сказать, которая обижается на меня. Ну, хоть что-то скажи. А вот у тебя брат есть, а ты с ним не дружен, а ты причащаешься. У тебя сестра есть, да при чем ты-то здесь сестра, с сестрой мы разберемся. А они пришли через меня к Господу все до одного. Ну, то есть причина совершенно никуда. Это одно и то же. И по сегодняшний день. Ну, прости, если я... Ну, хоть что-то дай мне понять, в чем я должен просить прощения. Ничего нет. Это надо просто молиться Господу, чтобы было по-другому. Деяние 18.14. Когда тебя обидели, тогда ты можешь высказать. 18.14. Деяние. Когда же Павел хотел открыть уста, Голио сказал иудеям, Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Павла судит, он говорит, если бы нарушил закон, у вас где-то, то другое, тогда бы эта обида рассмотрелась, как судья мог бы, но ничего этого не было, потому что этот христианин живой, а вы, мертвые, не знающие Бога, прибить Павла, вынесли решение, а они не вынесли его. Вот обида. То есть, искусственно ее создают уже за то, что человек верующий. 2 Коринфянам 7,2. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Никого не обидели. Я неоднократно говорю, я не мог понять, почему препятствует переводу на русский язык Библии. Прямо стояли на пути. Царь, 30 лет эта реакция была, начали переводить, изъяли все экземпляры, сожгли. Сырковные деятели. И тогда только один митрополит, его пиларет звать, он царю сказал, если переведут Библию, в стране будет революция. Я так ахнул. Потом долго думал, и в самом деле так. И когда советская власть говорила, обвиняя враг народа, когда начал рассудить, это так и есть. Не учили народ, вы враги народа. Вам вверено привезти на Царство Небесное, а мы на этих предрассудках живем. Библии совсем люди не знают. И о чем бы ни заговорил, даже слушать не хотят. Евангелие раздаем. Не надо брать в руки. Даром раздаем. Неверующие относятся лучше. Как меня с книгами встретили в библиотеке главной страны, с каким уважением, там пищать ставят, пошли. В Данию приехали. Ваши книги сегодня же в Королевской библиотеке будут. А свои здесь лютуют против каждого слова. А Господь испытывает. Испытывает. Так, Галатам. Так, 12.10 прочитали? 12.10 тоже было. Коринфянам 2. Да, 2 Коринфянам. 12.10. Теперь Галатам 4.12. Не читали. 12.10. «По всему я благодушистую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». В обидах торжествует. Я сегодня прочитал проповедь Яна Златоуста. Я ее сам начитывал когда-то, ну, со временем. И он доказывает, какая польза нам, что на земле дьявол. А люди говорят, «Дьявол не было, не искушал бы». Нет. Дьявол помогает нам Царство Небесное получить. И он дальше... А когда начинает дьявол... Он слабый-слабый, потому что он уже пораженный-то. И он больше ничего не может сделать, кроме того, что Господь допустил. Он выпрашивает Иова. И дальше трудится с ним. Трудится как? Поражает проказы, отнимает детей. И он ничего худого не сказал. Златоуста перечисляет все моменты Священного Писания и говорит, нам не безызвестны умы с ка-сатаной. Мы должны знать, чего он хочет. А раз борьбы бы не было, награды не было. Для нашей пользы, говорит, он здесь. Вот суть-то какая. Галатам 4.12. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня. Вы ничем не обидели меня. Я могу каждому сказать. Вы ничем не обидели меня. И расставаясь, допустим, сказать эти слова, чтобы они соответствовали действительности, это благо, и на душе легко. Считаем. Откровение 11.5. Еще несколько мест, которые расширяют понятие об обиде, чтобы ее не было. 11.5. Да, 11.5. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому он надлежит быть убитым. Вот это да. Это Илья Иенух. Так принято считать. Сойдут с неба, и когда они будут проповедовать, и кто-то вздумает, ну, обидеть. Обид много разный. Там, и подставить под ножку ему, клеветою. И изо рта, и из уст будет выходить огонь. И они сразу будут людей этих пожигать. Буквально понимается это. И когда они будут убиты, трупы их они бросят на улицах Иерусалима, три там с половиной дня будут, потом вознесутся на небо. А теперь вернемся к началу. Левитам, 19, 13. Как обида эта рассматривалась со стороны священства? По указанию Моисея. Левит, 19, 13. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Ну, у нас этого нет. Если кто-то у нас работает, но нет, тогда платили и каждый день. Не так, чтобы было два раза в месяц. И это большая обида. И когда в залог что-то брали, ну, как сейчас подписывают, деньги берут в кредиты, ну, насчет дома, там, или что-то, техника, они тогда берут за бесценок. Но здесь по-другому. Взять нечего с него. И поэтому отнесись к нему по снисходительнее. 25, 14. Это же глава. Если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. Не обижайтесь. Вот человек на базаре, посмотрите, как торгуется. У нас это не принято. А у южных они непрерывно торгуются. Ну, вышла одна жена посла, и он ей назначает какую-то цену. Она видит нереально. Говорит, да это не столько. Ну, и еще... Надо торговаться. Она не знает. Цена, значит, надо заплатить. Нет. У них принято так. Они кричат, доказывают, где я достал, а свой кадий судья. Он рассудит по-другому. Ты обманывал. Он его к воротам, и уши прибит ему гвоздями к воротам, чтобы все видели и плевали на него. Ну, и он видит, что она такая. Он мелочи схватил и в лицо ей бросил. Я стену-то еще не сказал. Я только за это продаю, но мы же торгуемся. Она пошла там вышестоящим органом. Ну, те отговорились с тем, что надо знать, где ты живешь. Причина. Вот, вот, приехали у нас, вот, сдают на машину водить. Какие только не придумают уловки. Уже закончат куда-то во двор заехать. И он, и каждый раз тысячу ему надо отдавать. А в Египте никто не учит. Вообще правил нету. Я когда просчитал, не поверил, а как? А машина раздвигает другие, говорит, где? Ну, сказано, если перекресток, значит, дать проехать. Ну, это ни день, ни два. Целое государство. Вообще прав никаких не надо. Но у нас в Библии по-другому. Мы должны знать. Услышать. И когда торгуется, Библия говорит, он хулик. Ну, что за товар, когда отойдет, купил за бесценок и хвалится. Вот. Это такое встречается. И чтобы этого не было. Не обижайте друг друга. Сколько стоит? Какая? Спросил это. Я отвечаю. А если нет? А он не понимает. Это другой вопрос. Заранее не пытайтесь выиграть что-то от этого. Откровение 28. Так, виноват. Второзаконие 28. 24. Второзаконие. 28. 28 и 29. Вот эта девятка же впереди. Да. И ты будешь Ощупью ходить в полдень, как слепой Ощупью ходит в потьмах. И не будешь иметь успеха в путях твоих. И не будет и будут теснить и обижать тебя всякий день. И никто не защитит тебя. Когда обиды, то защищать очень трудно человека. Мне приходилось встречаться. Приходилось смирить десятки, даже сотни людей друг против друга. И в течение одной проповеди все примирились. Это делает только Бог. Но они не знают, что я был православным. А это были баптисты. Так, Руфь. 2.15. С этой книги почти ничего не читали еще. И встала, что подбирать. Воос дал приказ слугам своим, сказав, пусть подбирает она и между снопами и не обижайте ее. То есть она пришелись, они жнут, не как сейчас комбайн-то. И, конечно, падали колосья, нашла, собирала. А потом с каждым маленько откидываете и вы помните, чем это закончилось. А она в дальнейшем делается прабабкой нашего псалмопевца, от него Христос. Почему она свою свекровь слушала. А та на первый взгляд как будто бы и не то говорила. Нет, все так и получилось. Ну, кто читал эту книгу знает, о чем говорю я. Дальше. Псалом, 102, 6-й стих. От голоса стенания моего кости мои прерпнули к плоси моей. Так ты правильно прочитал? 102? 102. И 6-й стих. А 102, вот, 6-й, извиняюсь. Господь творит правду и суд всем обиженным. Вот как. Тебя будут обижать со всех сторон, давить. А потом Господь вознесет. Мне от общения я воздам, говорит Господь. И поэтому обиды наши, когда уже мы уходим из жизни, они ровным счетом уже ни к чему не значат. Это пока мы еще в горячах-то, тут я бы так-то. А дальше, когда видишь, уже никого рядом нет, ни на чем все и строилось. Притча 22, 16. Притча Соломона. Я ни каноническим не беру, у нас Библия не православное издание. 22, 16. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Так, еще раз. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Богатому давать или не рассчитаться, то есть никому ни с чем не будьте должны, кроме взаимной любви. Это уже в Ветхом Завете оно было сказано. И Лука, 3, 14. Так, еще 4 места из Нового Завета прочитаем. Лука, 3, 14. Где эта обида вторгается? Там, где власть. И Иоанн Креститель это очень хорошо знал. А что нам делать? Не обижайте людей. Сейчас мы прочитаем, как это выразилось. 3, 14. Лука. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Это ко всем относится. Сегодня показывают, а сегодня же запускают квадрокопию, он снаружи. И команда, 40 человек, начальники железной дороги, все другое, и грабят, как вагоны. Прямо машину подгоняют, полные набивают. Они видят, что за ними следят и сверху, и снизу фотографируют. Ну вот вчера или позавчера как захватили их, там смотреть страшно. И не надо никого уговаривать было. За поворотом где-то с поездом договорились, начальник тормозит, не на ходу выкидывает. И уже сколько лет, и наконец, все раскрылось. Сколько же обиды нанесено. У меня здесь близко знакомая, у нее товарищи, полный контейнер пришел пустой. И она уже слышала все, такое дело, не наказание еще, ведь я мусульманство приму. Если они найдут и разберутся тогда. Не надо, надо довериться Господу. Потому что жизни, может быть, остались минуты нам, а не больше того. Дальше, Лукаш 6, 28. Я привожу примеры, которыми зато использовался. Погиб на ипподроме человек, он сразу же начинает говорить об этом проповедь. Сверлить статуи императора, он говорит одну за другой проповеди. Друг его задеставался, три проповеди большие говорит. То есть слово живо и действенное. И просто просчитал, ушел. Я имею опыт, что все правильно. Лукаш 6, 28. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Молитесь за обижающих. А вот теперь, а где обида бывает? Ну, как правило, обида затрагивает человека и духовно, и это. Вот он клевещет. Обида. Ну, вот один из человек у меня, молитва совершенно за него не идет. А ответ какой? Ну, потому что делает, очень похоже, похулил Духа Святого. И выхода никакого нету. То есть на земле уже ад у человека. И он месяц, он сам себе места не находит. А было время, когда были вместе. Пили, ели, вместе ходили на проповедь. Дальше. Мы прочитали Лука. 11,5. Вот это. Не знаю, 11 или 1,5. 1,5. Ну, когда посмотреть, нет, 11,5, по-моему. 11,5. Лука. 11,5. Сейчас посмотрим. Ну, ладно, можно пропустить. Деяние, это 7,27. Откройте подальше. Деяние? Да. Обида не христианское чувство. Для себя, хотя это запомните. Какое? 11? Да. 7,27. 7,27. Чтобы обиды никогда не было. На тебя могут обижаться. Обижает нас государство, а ты молись. Да это так, что угодно будут делать. Другого нам не дано. Ну, уже видите, мне все время говорят, какие правители. Да. Но мне дано право молиться за них. Я этим правом воспользовался. И Бог трогает их. И такие чудесные сообщения бывают. Знать не знаю. За границей где-то спит человек. Я подошел, пнул его. И он теперь на меня вышел, 50-ник. А я спросил, а кто ты? Я назвался, он меня по интернету нашел. Другой сообщает где-то из Израиля. А подошел тоже, пнул его на интернет. Что спишь? Вставай на молитву. Он опять через интернет меня нашел. Ну, с разных государств. Не только, где был-то ночью. А может, я никакой роли тут не играю. Мы молимся мы за всех. За всех абсолютно. Каждый день поминаем правителей. Просим мира Израиля в первую очередь, Россию, Украине, Сирии, Белоруссии, Казахстану. Там, где смуты и мятежи. И молимся о смутьянии Алексея, который людей тут пытался на что-то, чтобы ему открыл Господь в глазах, куда он ведет людей. И все сообщество развеет. То есть, мы собираемся на молитву каждый день. Звонок раздается с разных государств. Через 2 часа, ну, больше 10-12 минут. Я сколько раз говорил, приближайтесь. Это надо было сделать. Дальше. Диане 7-27. Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, кто тебя поставил начальником и судей над нами. Это прошли уже тысяча лет, 1600 лет. И это все повторяется в народе. Когда он дает биографию Моисея, ну, тот обижал его. И он, царский сын, считался. И он того обидщика убил и зарыл. А на завтра пришел уже, где двое между собой дерутся. И он тогда говорит, ты что же делаешь? Это родной брат еврей. Он оттолкнул, кто тебя оставил над нами. И дальше начинается где-то. И он понял, все стало известно. И он бежал. Это же от Бога было. Как бы он не убежал, не было того, что было, и вся история была бы по-другому. Все, что в нашей жизни было, нужно поставить так, чтобы сказать, Господи, ты дивно велик. Я не обижаюсь, что я родился в такой семье, что нет у меня того-то другого. Я благодарю Бога. Богу нашему слава, избавляющему от обид, и вступающемуся за наши обиды. Аминь. Аминь.